Ограбление по-сибирски. В Балаганском районе местному жителю предъявлено обвинение по статье кража, совершенная в особо крупном размере. По версии следствия, трое несовершеннолетних подростков. Их 24-летние знакомые проникли в помещение сельхозпредприятия, расположенного в селе Тарнополь. Распилили болгаркой сейф и похитили около 2 миллионов рублей. По горячим следам одного из подозреваемых задержали сотрудники полиции. Позднее полицейские установили и остальных подельников, у которых также нашли краденые деньги. Расследование уголовного дела продолжается. О других не менее важных и резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса в эфире новости по будням. Здравствуйте! Прямо сейчас предлагаем всем телезрителям принять участие в нашем интерактивном голосовании. Сегодня оно посвящено инициативе об обязательной вакцинации от коронавируса. Вопрос, варианты ответов и номера телефонов указаны в нижней части экрана. Делайте свой выбор и смотрите сегодня в выпуске. В Иркутской области ввели новые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. А в Министерстве труда и вовсе предлагают лишать зарплаты людей, не прошедших вакцинацию. Все подробности сообщим в выпуске. Также в выпуске расскажем, какая погода ждет жителей региона в ближайшие дни и надолго ли в Прибайкалье пришла высокая температура. Прогноз синоптиков узнаете через несколько минут. Сколько минут длился концерт в Иркутске в честь медиков? Что за новый поезд будет ездить на Байкал? И зачем двое жителей Якутии поехали на лошадях в Москву? Поведаем в рубрике «Повесточки». Иркутская область постепенно возвращается к режиму локдаун. Новые ограничительные меры, направленные на стабилизацию ситуации с распространением коронавирусной инфекции, появляются буквально каждый день. Но действенны ли они? Что может ждать жителей региона в время? Сегодня разбирался Олег Федоров. Ему слово. Парки, скверы и пляжи – сегодня места притяжения гостей и жителей Иркутска. И это несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в регионе за последнее время ухудшилась. Настолько, что в областном правительстве приняли решение ввести ряд ограничений. В частности, теперь культурные и развлекательные мероприятия на открытом воздухе можно проводить только при 50-процентной загруженности. Но, судя по всему, люди про это не слышали. Елена Назарова и Дарья Дорофеева приехали погулять по Иркутску из соседней Бурятии. Этот регион сейчас на втором месте по заболеваемости ковидом в России после Москвы. Поэтому там, как рассказывают девушки, меры куда более жесткие. У нас закрыты кинотеатры абсолютно все. Парки закрыты, детские площадки закрыты. Здесь еще по-божески можно ходить прогуляться. А так вот спортзалы у нас закрыли тоже. Все кафешки, пивнушки работают, а спортом позаниматься негде. Детей некуда вывезти. Вот у нас глава республики как сказал, что сидите дома. Дети и молодые люди до 30 лет, по словам врачей, сегодня группа риска из-за нового штамма коронавируса. Очередная мутация получила название Дельта. Она же индийский коронавирус. Этот штамм намного контагиознее. К тому же часто может протекать в бессимптомной форме. Человек не чувствует симптомов, но является переносчиком, а следовательно серьезной угрозой для людей старшего возраста или с хроническими заболеваниями. Действительно вирус имеет более тяжелую клинику. Увеличилось количество желудочно-кишечных поражений. Да, увеличился в такой момент не только легочные поражения, а именно еще желудочно-кишечные. Если в первую волну мы знали по клиническим рекомендациям, что да, такое может быть, эти случаи были единичны, то сейчас эти случаи приобретают все больше распространения. И конечно же это сказывается и на тяжести течения самого заболевания. Он имеет более широкое распространение на все возрастные категории. Этот момент нужно учитывать. И действительно у нас увеличилась доля заболевших молодых людей и доля ребятишек. В связи с этим врачи активно призывают людей проходить вакцинацию от коронавируса. Но пока эти призывы не работают. В России оба компонента прививки поставили лишь 10 процентов жителей. Для сравнения в Израиле 60. Глава Минтруда России уже заявил, что непривитых работников в перспективе можно будет отстранить от работы без сохранения зарплаты. Были даже сообщения, что работодатель вправе уволить сотрудника. Такого не может быть, считает правозащитник Вячеслав Иванец. Хотя бы потому, что такой статьи нет в трудовом кодексе. Тем не менее, по решению главного санитарного врача региона, не прошедших вакцинирования работников могут не допустить к исполнению своих обязанностей. Что касается обязательности вакцинации, вот эта позиция, на данный момент ее возможность, допустимость, ее соответствие международным правовым актом, она подтверждена не только судебными инстанциями Российской Федерации, она подтверждена также и Европейским судом. Не так давно Европейский суд рассмотрел дело против Чехии, в котором признал законной, обязательную вакцинацию детей. И это правило, оно создает очень такой объемный прецедент, который распространяется на всю вакцинацию в целом. Исходя из этого, можно предположить, что в будущем профилактические прививки станут обязательным условием при устройстве на работу или поступлении на учебу. А пока что это все-таки добровольное дело каждого. Олег Федоров, Владимир Пинаев, Павел Рютин. Новости по будням. В этой непростой эпидемиологической ситуации все чаще звучат предложения сделать обязательной вакцинацию от коронавируса. Подобное решение в теории к осени должно свести число новых случаев заражения до минимума. Но стоит ли игра свеч? Это мы сегодня выясняем с помощью интерактивного голосования. Сегодня спрашиваем, поддерживаете ли вы идею обязательной вакцинации от коронавируса? Если да, и вы считаете, что лишь принудительная прививочная кампания способна окончательно решить вопрос с ограничениями из-за пандемии COVID-19, так в ряде стран, где вакцинировано 60 и более процентов населения уже сняты, практически все введенные ранее запреты, поэтому надо обязать и россиян сделать прививки. Звоните по телефону в Иркутске 563-971. Если же ваш ответ нет, и вы не поддерживаете идею принудительной прививочной кампании, так как это нарушает свободу выбора человека, к тому же все имеющиеся вакцины находятся пока на этапе исследований, и вы не готовы делать такую прививку. Набирайте 563-972. Результаты озвучим в конце программы. А пока к другим темам. Река Голубой ручей разрушила новый автомобильный мост. Кадры рухнувшего переезда появились накануне в социальных сетях. Инцидент произошел на трассе Северомуйск-Токсимо. Это единственная автомобильная дорога, по которой можно добраться до Бодайбо. Железобетонная конструкция не выдержала натиска воды. Одна из возможных причин повышения уровня воды в реке Голубой ручей – обильное таяние ледников в горах. Сейчас на участке работают представители местной дорожной службы. Специалистам предстоит разобраться в причинах, по которым рухнул новый мост. Автомобилисты же сейчас на свой страх и риск преодолевают разрушенный участок, пользуясь временной переправой. Как долго придется ждать, пока устранят все последствия разгула стихии, пока не берется сказать никто. Уже 12-й день Иркутская область продолжает лидировать в антирейтинге по масштабам лесных пожаров. Площадь возгораний в регионе на сегодня составляет более 32 тысяч гектаров. Это 57% от общей площади пожаров в целом по стране. За выходные территорию, объятую огнем в Прибайкале, сократили более чем на одну тысячу гектаров. В Катангском районе не к тушению привлечен вертолет Ми-8 и самолет Ан-7, Ил-76. Одна из причин лесных пожаров – высокие температуры и сухой воздух, и страдают от этого не только деревья, но и люди. Сегодня наша съемочная группа выяснила, как жители областного центра справляются с жарой, когда ей на смену придут дожди. Все скамейки, расположенные в тени, полностью заняты людьми. Нет свободных мест рядом с фонтанами. Сейчас обязательным атрибутом прогулки на улицах Иркутска являются головные уборы и вода. Несмотря на то, что жара стоит в областном центре уже несколько дней, есть среди большинства стойкие горожане, которых такие температуры вовсе не пугают. Мне не жарко, допустим. Тепло, но не жарко. Пот не бежит, сами видите. Чувствую себя превосходно. Что еще вам сказать? Дожди не люблю. Сырость меня тоже не устраивает. А сейчас самое такое нормальное время. Конечно, с ребенком лучше находиться в тени, возле фонтана, возле других водоемов, потому что сейчас довольно-таки жарко. У ребенка, конечно же, в панамочке водичка для меня и для ребенка. Жарко. Жарко. Для меня жарко. А чем спасаетесь? Где вам здесь находиться? Так вот, вот сюда пришла и спасаюсь. Если в последние дни температура воздуха в городе доходит до плюс 29, то еще неделю назад регион страдал от обильных осадков. Они, кстати, вернутся уже сегодня вечером. Синомтики обещают дожди, грозы и сильный ветер. Такие погодные скачки вполне оправдывает наш резкоконтинентальный климат. Хотя это еще что. Например, в соседней Бурятии в одном из районов вовсе выпал снег, а дневные температуры едва доходили до плюс 9 градусов. Холодный фронт прошел и над Красноярским краем. Он спровоцировал обильные дожди. За 12 часов выпало более 50 миллиметров осадков. Этот фронт растерял основную свою активность как раз на территории Красноярского края. И к нам он приходит уже более ослабленный. И таких сильных осадков мы уже не ожидаем. То есть ожидаются просто грозовые фронты, то есть ожидаются ливневые дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 16-21 метров в секунду в отдельных районах град. По этой причине коммунальные службы Иркутска сегодня были переведены на усилий на режим работы. В ближайшие сутки в областном центре будут трудиться аварийные бригады со специальной техникой. Все, чтобы летние капризы природы прошли незаметно для людей. Кристина Черкова, Андрей Назаров. Новости по будням. Непогодные условия о нарушении правил дорожной безопасности привело к трагедии в Слюдянском районе. Там на 86-м километре трассы Байкал столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль. За рулем двухколесной «Хонда» находился 24-летний парень. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, по которой двигался легковой автомобиль. От полученных в результате столкновения травм байкер скончался на месте. Другие участники происшествия не пострадали. Из-за участившихся случаев аварий с участием мотоциклистов в скором времени сотрудники госавтоинспекции проведут в регионе профилактические мероприятия. Рейды помогут выявить водителей мототранспорта, нарушающих ПДД. Самыми распространенными причинами аварий с их участием остается выезд на встречную полосу и пренебрежение защитной экипировкой. С начала текущего года на территории Иркутской области зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, 30% из них с участием несовершеннолетних. В данных ДТП 7 человек погибли, 59 человек получили травмы различной степени тяжести, 19 из них дети. С начала текущего года сотрудники госавтоинспекции проверили уже более 3000 водителей мототранспорта и выявили более 2000 нарушений. Но не только мотоциклисты нарушают правила дорожного движения. Так в Иркутске полицейские в ходе погони задержали не имеющего водительского удостоверения автомобилиста. Водитель несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения. На загородной трассе он все-таки оставил машину и попытался скрыться в лесном массиве, но вскоре был задержан. Возможно, подобных историй в нашем городе было бы меньше, если бы культуре вождения обучали с юных лет. Кстати, такое предложение сейчас как раз обсуждается на федеральном уровне. Подробности далее. 17-летние подростки за рулем. Скоро такая картина, возможно, станет обыденностью, а не нарушением закона. В правительстве обсуждают новый проект. Согласно документу, несовершеннолетние смогут получать водительские права с 17 лет и, соответственно, ездить по дорогам. Но есть несколько нюансов. Первый – подростков будут допускать к управлению только легковыми машинами и квадроциклами. Второй – при условии, что ездить они смогут только с наставником. Иначе говоря, старшим товарищам, которые будут подсказывать, как управлять автомобилем, а также контролировать соблюдение правил дорожного движения. По мнению главы госавтоинспекции страны, это позволит повысить грамотность юных водителей. Идея вроде неплохая, но экспертов смутил тот факт, что наставником может стать любой водитель, имеющий права категории B на управление легковым автомобилем. То есть даже 18-летний. В таком случае теряется смысл наставничества, которое предполагает помощь опытного шофера. Вопросы вызывает и то, как ментор и юный водитель будут вместе ездить на квадроцикле. Ведь это маломощный транспорт. Поэтому перед тем, как поправки примут, документ пройдет ряд процедур, чтобы учесть все замечания и исправить их. Интересно, что данный законопроект также касается популярных сейчас электросамокатов. Если этот вид транспорта с высокой мощностью и скоростью отнесут к категории L1, то есть приравняют к мопедам, это позволит штрафовать их владельцев, к примеру, за езду без прав. Дарья Эйвазова, Юлия Шинкарюк, новости по будням. Право выбора, прививаться от коронавируса или нет, возможно вскоре лишаться жителей России и Иркутской области в частности. Речь о возможном введении принудительной прививочной кампании. Именно этой непростой теме посвящено наше интерактивное голосование. Сегодня спрашиваем, поддерживаете ли вы идею обязательной вакцинации от коронавируса? Если да, и вы считаете, что лишь принудительная прививочная кампания способна окончательно решить вопрос с ограничениями из-за пандемии COVID-19, так в ряде стран, где вакцинировано 60 и более процентов населения уже сняты, практически все введенные ранее запреты, поэтому надо обязать и россиян делать прививки. Звоните по телефону в Иркутске 563-971. Если ваш ответ нет, и вы не поддерживаете идею принудительной прививочной кампании, так как это нарушает свободу выбора человека, к тому же все имеющиеся вакцины находятся пока на этапе исследований, и вы не готовы делать такую прививку, набирайте 563-972. Результаты озвучим в конце программы. Уже озвучили результаты. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев возглавит региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму. Такое решение было принято на партийном съезде в Москве. Глава Прибайкалья далеко не единственный, кто стал номером один в территориальных группах. Также возглавили региональные списки еще 50 глав субъектов страны. Если же говорить об Иркутской области детально, то наш регион от «Единой России» будут представлять теперь уже официально лидеры предварительного голосования. Это хирург Юрий Козлов, депутаты Заксобрания Кузьма Алдаров и Наталья Дикусова, победитель конкурса «Лидеры России» Мария Василькова, директор Института химии Андрей Иванов. Сегодня это партийное решение прокомментировали политики на местах. Владимир Владимирович Путин оказал мне доверие, назначив исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. Жители поддержали, доверили. Сегодня я понимаю, что это большая зона ответственности. Сегодня формируется команда профессионалов, которые будут работать в интересах жителей Иркутской области. Поддерживаем решение нашего губернатора Игоря Ивановича Кобзева возглавить список «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Отметим, что в работе съезда принял участие президент Владимир Путин. Глава государства особо выделил, что нужно обновить механизм обратной связи между властью и людьми, а также важно продолжить реализацию на местах социальных программ, которые уже работают и дали положительные результаты. В его словах прозвучали предложения и поддержка тех инициатив, которые были выработаны в Иркутской области. Это капитальные ремонты школ. Такие программы мы у себя реализуем уже несколько лет, и получить федеральную поддержку, федеральные денежные средства для нас было принципиально важно. Не менее важно в современном мире беречь окружающую среду. Ведь ежегодно красоты Иркутской области привлекают все большее количество туристов, что может пагубно сказаться на Байкале. Как найти баланс между заботой о природе и комфортом туристов, узнаете прямо сейчас. Авторы этой музыки рабочих инструментов 50 волонтеров. Они строят береговую туристическую тропу в Тольбайкалу в Большом Галаусном. Такие дорожки делают походы безопасными и защищают природный ландшафт. Задача на сегодня обустроить 75 метров нового пути и расчистить от травы старый. Среди добровольцев бывалая туристка Наталья Никифорова. Подобной работой девушка занимается впервые. Да, я теперь с Киркой на неразлучных поеду. Каждый год буду с ней ездить на тропу и строить для будущих туристов. Так думают все, кто эти выходные решил посвятить полезному делу. Благоустроить и обновить Большую Байкальскую тропу. Основная часть добровольцев — сотрудники разных предприятий Н-Плюс Групп. Экологические мероприятия — одна из главных составляющих социальной политики компании. Инициатором проектов «Заботы о Байкале» был основатель Н-Плюс Групп и промышленник Олег Дерипаско. Не случайно сотрудничество с Ассоциацией «Большая Байкальская тропа» длится уже 10 лет. Экология в принципе сейчас выходит на первый план. Мы не так давно провели опрос своих сотрудников на предмет того, какое волонтерство им больше нравится. И вот экологическое волонтерство вышло таким абсолютным лидером. Собственно говоря, поэтому мы вот сегодня здесь, в этом живописном месте. Когда есть одна хорошо организованная протоптанная тропа, построенная со всей инфраструктурой, которая к ней, кемпинги, туристические стоянки, то никому не придет в голову лезть вниз или наоборот куда-то вверх по склону карабкаться. Все туристы пойдут по одной тропе. Таким образом, прилегающая экосистема остается в безопасности. И животные, растения могут спокойно жить, не подвергаясь беспокойству человека. Это подтверждает и уже готовый маршрут тропы от Листвянки до Голоусного. Сейчас волонтеры прокладывают дорогу до еще одной байкальской достопримечательности – бухты Песчаная. Работы впереди много. Из 50 километров пока готовы только три. Зато потом туристы смогут выбирать – добираться до Песчанки по воде, как сейчас, или же насладиться пешей прогулкой вдоль живописного берега. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин. Новости по будням. Пользу природе приносит не только строительство троп, но и новые технологии. Экология – лишь одна из тематических секций фестиваля изобретательства, который пройдет в Иркутске. Всего на мероприятии будет работать шесть тематических секций, касающихся самых разных сфер человеческой деятельности – от сельского хозяйства, ландшафтного дизайна, строительства и ЖКХ, до медицинского оборудования, биотехнологий и переработки отходов. Заявку на участие принимали до 20 июля. При этом один техник может представить на конкурс не больше трех объектов интеллектуальной собственности. Основная идея торжества инженерной мысли – сделать изобретательство и рационализаторство популярнее в Иркутской области. Самая популярная же тема для обсуждения последних дней – возможность введения в Россию обязательной вакцинации от коронавируса. Мнение как «за», так и «против» в достатке. Ну а мы пытаемся узнать у жителей региона, какой точки зрения они придерживаются. Ответы в рамках интерактивного голосования будем принимать еще пару минут. За это время успеем рассказать о достижениях спортсменов региона и о том, за сколько времени можно проехать всю Россию верхом на лошади. Футболисты Байкала потерпели первые поражения на чемпионате Сибири и Дальнего Востока. На выезде в Красноярске иркутяне уступили двум местным командам. Со счетом 2-0 Байкал проиграл Рассвету, а со счетом 4-1 Енисею М. Единственный мяч в вороту соперников забил Дмитрий Икованюк на 86-й минуте матча с Енисеем М. Сейчас иркутяне расположились на второй строке турнирной таблицы группы «Восток». Шесть медалей первенства России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет завоевали спортсмены Прибайкалья. Золото на дистанции 800 метров выиграла иркутянка Ольга Радиошкина, а серебро – Ирина Гущенец. Бронзу на дистанции 400 метров команде принес Дмитрий Пасечник. Еще три медали Иркутской области принесла эстафета. В копилке прибайкальских бегунов серебро и бронза на дистанции 4 по 400, а также бронза среди юниоров, бежавших эстафету 4 по 100. Бронзовым призером первенства России под дзюдо стал иркутянин Хитак Басаев. Спортсмен выступал в весе до 66 килограммов и одержал победу в четырех схватках из пяти, уступив право на выход в финал дагестанцу Мейндуру Алискантову. Дарья Эйвазова, новости по будням. Лучшая из лучших. Иркутский невролог стала победителем во всероссийском конкурсе врачей, который проводил Минздрав России. По его итогам Дина Файзулина заняла первое место в номинации «Лучший невролог». Женщина работает заведующей отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Иркутской городской клинической больницы номер один. О других не менее интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! В современном мире буквально каждый день изобретается что-то новое. Однако создатели и инноваторы нередко преобразуют и совершенствуют привычные вещи для нового использования. Вот об этом сегодня и предлагаю поговорить. Интернет стал идеальной площадкой для поздравительного концерта. Его провели артисты Иркутского музтеатра в честь Дня медика. Два часа 46 минут ярких выступлений для всех тех, кто стоит на страже здоровья и жизни пациентов. Концерт назвали «Триумфоперетты». Новый пригородный поезд будет курсировать этим летом на Байкал. Пассажиров будет обслуживать комфортабельный рельсовый автобус. Маршрут проходит по одному из красивейших мест региона – Кругобайкальской железной дороги вдоль озера у подножия Алхинского плато. Отправляться поезд будет со станции Слюдянка-1 и доехать на нем можно будет в порт Байкал. Лошади сегодня, как оказывается, отличный транспорт для дальних путешествий. Так, два якутских коневода решили верхом проехать всю Россию. От самой холодной точки поселка Аймекон до Москвы. Путешественники из Якутии отправились в дорогу еще в феврале этого года. За год они надеются добраться до Москвы, а далее попасть в Питер. И если откроют границу, то и в Европу. Таким образом, наездники намерены привлечь внимание к уникальной выносливости и морозоустойчивости якутских лошадей. Защитная маска как молитва о конце пандемии. Именно поэтому столь привычный теперь нам всем аксессуар появился на статую богини милосердия в Японии. Идея разместить полотно на статую возникла у настоятеля местного храма. Когда шло обсуждение реконструкции фигуры, он и предложил поместить на нее необычный символ. В результате на 57-метровой статуе богини и появилась 35-килограммовая защитная маска. Встречайте каждый новый день в отличном настроении. Ну а мы подарим вам еще больше хороших новостей. Пока! И в завершении выпуска подведем итоги интерактивного голосования. 229 телезрителей поддерживают ее обязательной вакцинации от коронавируса. А вот 458 проголосовавших считают, что такая принудительная прививочная кампания преждевременное и необдуманное решение. Но как бы то ни было, все это пока лишь разговоры. Когда, как на практике, подобная схема еще не продемонстрировала результатов. И хочется надеяться, что в конечном счете будет выбрано оптимальное решение, которое устроит всех. И у меня на этом все. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами.